Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам и спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну что же, в данном ролике, друзья, мы с вами попутешествуем по планетам. И это будет не просто путешествие, а мы рассмотрим новый мод под названием «Деревья и камни версии 2.0» от человека, мода-дела в мастерской Steam Lujo 007. Кстати, в каком-то выпуске Space Engine мы рассматривали эти деревья. Так вот, он добавил множество новых биомов, и сегодня мы с вами рассмотрим новые красоты с планет. Представим, что на этих планетах, возможно, есть жизнь. Так, ну что же, как мы можем наблюдать? Собственно, я нашел одну интересную планету. Она ничем не примечательна. Умеренная пустынная Тера. Атмосферное давление 50 атмосфер. Температура 55 градусов. Парниковый эффект 47. Собственно, здесь очень тонкая атмосфера. Находится все это в нашем Млечном Пути, неподалеку от туманности Ориона. И здесь есть вот такой вот голубой субгигант. Так, сейчас, давайте я вам покажу эту планету. Чем она примечательна? То, что планета, как я понял, она на этапе развития. То есть, вот это молодая наша планета Земля. Так, сейчас, давайте вот так опустимся. Здесь открывается очень достаточно интересный такой вид. Посмотрите, на орбите планеты, в ее кольцах, да, у планеты есть тонкий слой колец, тонкая система. И в кольцах два вот таких, можно было бы сказать, непримечательных астероида. Диаметром 35 километров. По-моему, оба. Так, вот еще один астероид. Я хочу посмотреть, насколько он большего диаметра. Диаметр 31 километр. И как я могу предположить, что постепенно эти два астероида сближаются к данной планете, и они вскоре упадут. Возможно, даже их разорвет гравитация Земли, они превратятся также в кольца. Что здесь, собственно, интересного? Посмотрите, давайте включим, запустим время. Немножко ускорим его. Посмотрите, как тень от двух данных планетоидов, астероидов, это маленькие луны данной планеты, ложатся на поверхность планеты. Видите движение? Давайте опустимся, наверное, на поверхность. И мы сможем наблюдать небольшие солнечные затмения даже. Прямо в полосу данного события. Немножко вроде перелетел. Так. Действующие вулканы. Да, это достаточно молодая планета. Это развитие нашей... В самом начале ее. Так. По ходу движения. Вот они, тени. Смотрите, как ложатся тени. Так, сейчас, подождите, немножко замедлил. Вот так. Чуть ускорим. Вроде бы, можно сказать, ничего примечательного, да? Два маленьких астероида, но астероиды находятся очень близко. Расстояние 9000 километров. Давно я не открывал для себя вот таких видов. Кому-то может показаться, что ничего интересного. Но, согласись, на Земле ты такого никогда не увидишь. А увидишь только в симуляторе Space Engine на других планетах. Смотрите, в этом месте нету света от звезды. И мы можем, в принципе, наблюдать космос, да? Вон там были видны звезды. Ночь. В определенном месте, буквально в радиусе двух километров, наверное, наступила ночь. Хорошо достаточно просматриваются астероиды. Вулканы, кстати, на этой планете очень большие. Я имею в виду высоту. Давайте сейчас посмотрим с поверхности. Мы опустимся полностью на поверхность. На самую низкую точку, наверное, можно сказать. Так. Высота над поверхностью 1,50 метра. Над поверхностью моря. Теперь давайте взлетать на самую вершину данного действующего вулкана. Сколько здесь высота? 20 километров. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, выше знаменитой горы вулкана Эверест на планете Земля. Вечные споры о том, кто-то мне где-то писал в комментариях, было бы прекрасно, если бы разработчик как-то бы, не знаю, сделал визуально лаву. Как бы, чтобы она не просто вот так светилась, да, как, не знаю, нарисовали ее, а разливы, как она выливается, ее движения, потоки. Я бы даже бы не отказался от того, чтобы здесь какое-то было бурление, знаете, всплески лавы. Это было бы круто. Так. Ну что же. Давайте попробуем теперь рассмотреть моды от лучшего 007. найти что-нибудь наподобие нашей планеты Земля, что-нибудь жизнепригодное, я бы даже так сказал. Так. Прохладно-озерная Терра. Это у нас что? Это у нас желтый карлик. Ого. Масса. Идентично нашей звезде. Диаметр практически такой же. Температура немножко увеличена, но все соответствует. Спектр, по-моему, немножко изменен. Давайте посмотрим здесь на планеты. И здесь я вижу прохладное озерное Терра. Температура минус 79. Прониковый эффект 44. В составе у нас азот и какие-то кислоты. Углекислого газа я не вижу. Так. Ну, давайте перелетим. Минус 79 градусов. Вообще, конечно, жидкость при такой температуре она абсолютно замерзает. Насколько мы знаем, она уже при нуле замерзает. Ну, минус 79. Здесь сплошной лед. Ну, хотя парниковый эффект, я не знаю, что здесь не так. Так, я вижу воду. Воду, воду, воду. Давайте нажмем на паузу, остановим время. Так, подождите. Диаметр 12,570. Солнечные сутки 14,5 часов. Возраст 7 миллионов. По-моему, 7,5 миллионов лет. Подождите. Нет. 7 миллиардов лет. Ого. По-моему, эта планета уже настолько старая, она уже близка к своей смерти. Не знаю так. Ну, что ж, давайте попробуем сейчас где-нибудь, как всегда, в открытый каньон опуститься и чтобы здесь открылись хорошие виды. А я не видел. По-моему, мы даже не в туманности, да? Ну, да ладно. Ничего страшного. Может быть, как всегда, это метан. Так. Атмосфера плотная. И вот вода. Вот она, вода. Давайте приступим к разбору модов. Что за моды у нас сделал версии 2.0 Лучу 0.07. Смотрите, у нас есть кактусы, у нас есть новые камни, у нас есть шраб. Давайте попробуем построить, что это такое. Так. Я надеюсь, мод не улетит куда-нибудь, как обычно. Это происходит с некоторыми кораблями за пределы атмосферы планеты. Оу, это кусты. Отлично. Давайте рассмотрим, что у нас еще. Снежные деревья. Давайте по одному дереву расставим, а там посмотрим, что это из себя представляет. На замерзшей планете такие лучше расставлять. Кактус, ну, кактусы, понятно. Построить. Построить второй. Приближенно к планете Земля очень. Я думаю, что все вот эти деревья было бы классно построить, поставить на нашей планете Земля, нежели на сухой какой-то высушенной поверхности непонятной планеты. Пальмы. Оу, сейчас, сейчас посмотрим. Еще какие-то хвойные деревья. Так, ну что же, давайте посмотрим. Охо-хоу. Ох, фпс просел сразу же с этими модами. Давайте половину сейчас удалим. Так, Snow Tree мы уничтожим. Они нам, в принципе, не нужны. А вот все остальное попробуем оставить. Да, фпс вроде бы нормально поднялся. Так. Я скажу так, что деревья в данном моде выглядят намного лучше, чем нежели в первой версии. Я знаю, все хотят, чтобы в данном симуляторе, когда ты спускался на какую-нибудь неизведанную планету, была прорисовка различных деревьев. Хотя бы просто даже статичных. Не надо их делать 3D моделями, а 2D достаточно. Это бы намного бы оживило бы Space. Ну что же, давайте ускорим время, наверное, я думаю. Закат звезды. Кто-то жалуется, кто-то говорит, что мода здесь ни к чему, но я скажу так, что, ребят, это намного оживляет Space Engine. Не просто постоянно смотреть на одну и ту же атмосферу игры. Да, было бы круто, если бы здесь, конечно, сейчас была бы какая-нибудь туманность, Млечный Путь. А, ну вот, Млечный Путь хорошо просматривается. Магеллановы облака. Магеллановы облака. Я думаю, что вам сейчас достаточно все хорошо видно. Давайте вот с этого ракурса попробуем посмотреть. Ого! Как будто, знаете, как будто я стою на поверхности планеты Земля, хотя даже того не подозревая, я нахожусь на другой планете, да? Тысячах световых лет от нашего дома, от нашей планеты Земля. Это Луна? Это Луна, по-моему, данной планеты. Посмотрите, какой огромный астероид. Невероятно. Собственно, еще один спутник. Прохладный астероид. Ооо! Вот это то, что я хотел. Одну секундочку. Давайте с этого ракурса залетим вот так отсюда. Давайте представим, что мы стоим где-то в каком-то одном из районов своей области, в своем городе, планеты Земля, и в каком-нибудь тихом месте, лесочке, на поляночке, и смотрим на туманность Ориона, которая очень близко к нам расположена. Невероятно. Вот это вид. Сейчас, подождите, стойте. Оу, там, кстати, тоже еще какая-то туманность. Диффузная NGC 3702, по-моему. Конечно, мне кажется, лишнее, лишнее что-то надо убрать. Подождите, FPS, конечно, очень прожирается. Не думал, что версия вторая этих деревьев, она так убьет игру. Так-с. Дико-дико-дико просела. Стойте, вот, вроде бы нормально. Мешает вот это дерево. Давайте сейчас я его уберу. Вот, отлично. Стало намного лучше, отлично. Хорошо. Моделька, мне кажется, немножко непроработана. Постоянно сверкает, и поэтому меняет свои цвета, и это очень влияет на загрузку. Ого. Ого. Портал. Портал X. Если ты смотришь данное видео, то я хочу, чтобы ты на своем стриме обязательно показал ребятам по Space Engine вот этот мод и поставил бы хотя бы пару деревьев посмотреть на красоты. Прямо на стриме на какой-нибудь планете. Посмотрите, как офигенно смотрится. Так, с какой-то, с какой-то, с какого-то ракурса мне надо сделать прекрасный, прекрасный скриншот. Давайте вот, вот, наверное, вот так, я думаю, будет в самый раз. Отлично. Так, ускорим время. Мне кажется, в этом месте бы, если бы я бы стоял на планете, я бы с телескопом провел бы здесь целые сутки. Какой же красивый все-таки пейзаж открылся. А я-то думал, что мы не увидим. Сколько здесь туманностей? Невероятно, посмотрите. Еще две туманности. А, это туманность М78. Какие же краски. И знаете, все так кажется, как будто бы вот прям на ладони ты готов прямо взять это, достать рукой. Звездное скопление. Точно. Сквозь вот эту черную дымку я вижу еще какие-то пару туманностей. Так. Это, скорее всего, шаровое скопление где-то вдалеке. Звездное скопление колайндер 95. Смотрите, сколько здесь много отсюда видать звездных скоплений. Невероятно. Если бы мы могли путешествовать по планетам, мне кажется, туристы с Земли прилетали именно на эту планету. В эту область Млечного Пути, чтобы отсюда посмотреть самые крутые, красивые пейзажи нашего Млечного Пути. Андромеда. Но эти пейзажи можно любоваться вечно, честно скажу. Так-с. Ого! Посмотрите, какой розовый закат. Розовый восход даже. Скорее всего, это потому, что здесь какие-то газы. которые так окрашивают атмосферу при восходе звезды. Повторюсь, это, по-моему, да. Это желтый карлик. Мы немножко оживили эту планету. Согласитесь? Ну что же, друзья, на этом я свое путешествие закончу. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал. Помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем новых открытий. Все ссылочки в описании. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова